Представители различных национальностей, живущих в Минске, собрались вместе, чтобы поздравить юных гостей и подарить им незабываемые моменты счастья. Главной изюминкой стал благотворительный фестиваль ярмарка «Магия детства», организованный при участии Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей. В этот день парк превратился в настоящий городок чудес и развлечений. Как вы знаете, Международный женский клуб жен послов и дипломатов организовал сегодня этот благотворительный базар. Мы очень рады быть частью его. В Пакистане также отмечают День детей, во время которого проходит огромное количество разных активностей в школах, проходят мотогонки, различные конкурсы для детей. Мы очень рады быть частью этого мероприятия. Я заметила, что белорусские гости проявляют интерес к нашей палатке. Очень много людей подходит, интересуется нашей традиционной пакистанской едой. Также спрашивают про изделия ручной работы, изделия изоникса. Вы можете видеть сумки, вышитые кошельки, шали. Конечно же, в организации нашего участия мне помогала команда. Сотрудники посольства оказали мне огромную помощь, за что я им очень благодарна. Разница заключается в том, что впервые посольство принимает участие в благотворительном базаре на открытом пространстве. В этот раз мероприятие проходит в парке. Это единственное, что отличает его от предыдущих. И мы очень под большим впечатлением находимся от всего этого мероприятия. И разница еще в том, что это первый раз, когда благотворительный базар именно проходит в Международный день детей. Когда дело касается благотворительности, я всегда была на энтузиазме. И что касается благотворительности, нельзя сказать, что это маленькое вложение, а это большое. Любой вклад в это дело, он уже полезен и он приносит благо для общего дела. Я всегда по максимуму пытаюсь участвовать в благотворительных мероприятиях. Я знаю, что клуб «Жены послов» оказывает большую поддержку людям, которым нужна поддержка. И я очень рада быть частью этого мероприятия, этого клуба. Именно они будут по-настоящим. Продолжение следует...